Избрание апостолов Евангелие от Луки, 6 глава, с 12 по 26 стих В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тирских, и седонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вас смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день, и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, присыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Ибо так поступали с лжепророками отцы их. Размышления, часть первая. Обетование и преследование. Евангелие от Луки, 6 глава, с 12 по 23 стих. После ночной молитвы Иисус выбирает себе 12 учеников, а затем служит большой толпе, которая собралась у подножья горы, проповедуя им о Царстве Божьем. В отличие от царств этого мира, Царство Божье обещает благословение угнетенным. Это царство для бедных. Царство, где голодные насытятся, а слезы плачущих обратятся в смех. Но вместе с этими благословениями придут и гонения. Нам, как ученикам Иисуса, следует ожидать такого же отношения, как к библейским пророкам. Нас будут гнать, оскорблять и отвергать. Но даже жестокое обращение является поводом для радости. Потому что это знак награды, ожидающий тех, кто следует за Христом. Почему для нас важно знать, какое оно – Царство Божье? Видели ли вы, как кто-то радовался, когда его преследовали за Христа? Размышления, часть 2. Не от мира сего. Евангелие от Луки, 6 глава, с 24 по 26 стих. Нас, наслаждающихся достатком и комфортом современного общества, слова Иисуса должны побудить к тщательному размышлению. Божье спасение, предлагаемое во Христе, предназначено для всех людей, независимо от их социального или экономического статуса. Но мы должны осознавать, что наша идентичность не в земных благословениях или удовольствиях. Тем не менее, нередко мы стремимся к ценностям мира, которые противоположны ценностям Царства Божьего, лишь бы мир хорошо отзывался о нас. Подобный компромисс с верой может иметь ужасные последствия. Поэтому в болезни или в здравии, в бедности или в богатстве, да будем мы, граждане Царства Божьего, ясно и явно отделены от этого мира. В какой момент вы осознали, что ваши ценности и удовольствия уже не соответствуют ценностям этого мира? Каким образом ваши ценности отражают Царство Божье? Молитва дня. Отец Небесный, помоги мне, несмотря на преследование и отвержение, с которыми я могу столкнуться, быть верным и активным свидетелем твоего Царства. Пусть испытания, которые выпадут на мою долю, приведут меня к радости. Во имя Иисуса Христа, я молюсь. Аминь. 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 Аминь.